Всем здравствуйте! 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 инструментов наших процессов, также настройки там, где мы делаем им поля. И это вот тот самый инструментарик, который у нас есть для того, чтобы реализовывать бизнес-процессы. Чуть-чуть вернемся в теорию. Для IT-специалистов вообще перемены, константы, циклы и так далее, это все, в общем-то, достаточно по понятной вещи. У нас очень много нас смотрит не IT-шников, поэтому постараюсь привести примеры максимальной жизни, чтобы мы поняли, что это такое и как их использовать. Примерный срок доставки товара. Это переменная, потому что у нас зависит от ряда элементов. У нас есть два дня четко на оформлении посылки, у нас есть неизвестно, сколько дней на доставку, потому что зависит от города. Да, и один день четко на охране. Таким образом, когда мы узнаем, какой именно город мы будем делать поставку, Ростов, Краснодар, мы можем вычислить значения переменной. Если Ростов у нас будет 8 дней, если Краснодар будет 13. В общем-то здесь совершенно понятно. Давайте попробуем переместиться ближе к нашим бизнес-процессам. Как там переменные. К примеру, мы автоматизируем процесс оформления посылок со склада. И на одном из степанов нам нужно знать фамилию того человека, кто делает непосредственно сбор посылки укладовщика. На складе у нас укладовщиков несколько. Именно для этого мы определяем переменные фамилии укладовщика. Да, и в непосредственном бизнес-процессе мы сначала ее описываем. Она пустая на старте, в ней ничего нет. То есть фамилия – это как бы ячейка, в которую мы будем помещать некоторое значение, фио точнее, фио, переменная такая. Поэтому на этапе, когда мы будем ставить задачу подавщику, мы узнаем, кто именно у нас подавщик. Мы в ячейку фио запишем значение «Иванов». А дальше на этапе, где нужно будет делать документы, мы будем вызывать эту ячейку. То есть вкладовщик, двоеточие, ячейка. И система будет подставлять туда то значение, которое мы сохранили ранее. То есть тот самый «Иванов-СВ». В общем-то, я думаю, здесь тоже пример достаточно наглядный. Получается, нам нужны переменные в бизнес-процессе для того, чтобы мы те данные, которые мы не знаем на старте, могли вычислить внутри и потом заранее по шаблону их подставить в нужные места. Еще очень важное понимание, что переменная, она ведь от слова «переменная». И мы в течение бизнес-процесса можем несколько раз присваивать внутри разные значения. И это важный кейс. Я покажу, для чего он нужен. И также очень важное понимание, что именно переменные, которые мы определяем для бизнес-процессов, они не сохраняются, пусть только бизнес-процесс завершен. Они нужны только нам, разработчикам, для того, чтобы определять их заранее. Еще такая ремарка, что в общем случае, после того, что те поля, которые мы определяем для процесса, непосредственно не переменные, а именно поля, те, которые мы вводим при создании, те, которые будут нам доступны и после завершения, это тоже такие переменные по своей сути. Но они живут и после того, как бизнес-процесс завершен. Для того, чтобы попробовать закрепить эту тему про переменные, опять же, важно для IT-специалистов, чтобы они поняли, давайте представим, что есть путешествие. Путешествие – это то, что такое заранее планируемое мероприятие. У нас есть некоторые переменные в нем, некоторые как константы. Про них дальше. Сейчас про переменные. Я для задавки написал парочку. Как бы мы не смотрели погоду, к примеру, или не читали отзывы про отель, когда делаем выбор, все равно это переменные. Мы узнаем, понравится нам отель или нет, какую мы поставим ему оценку, только когда мы его с вами посетим. Температуру мы узнаем только в день, утром, посмотрим на радостях и поймем, когда у нас обманул или нет. Может, такое что и не совпадет. Обещали малую обучесть, а за окном дождик. Ну и так далее. Пожалуйста, напишите в вашей счете, что есть переменные, когда мы пойдем на путешествие. Что мы знаем, что там что-то будет, но фактическое значение мы определим только по ходу. Комментируйте, не стесняйтесь. Далее, высота волн. Ну да, абсолютная переменная высота волн, конечно, мы никак не знаем. Александр предлагает дату вылета. Я, на самом деле, отнесу ее к константам, потому что, конечно же, фокс-мажор, когда дата вылета может меняться, но вообще дата начала отпуска, так скажем, это, в общем-то, как константа, на которую мы оперируемся при планировании. Мы от нее отталкиваемся, чтобы бронировать и так далее. Но это немножко дальше. Вменяемость соседей. Прекрасно, спасибо большое. Ура, на посвященном Михаиле. Михаилу, мы тебя видим, скоро дам тебе слово. Стоимость экскурсии. Геометрическая фигура. Геометрическая фигура, это, конечно, константа, но переменная, да, константа. Переменная, не знаю, но не знаю, как это относится к отпуску, самое главное. Бюджет поездки. Прекрасно. Хотя мне кажется, что нам бы хотелось, чтобы бюджет поездки был как раз-таки константой. Но скорее переменная, да. Степень похмелья. Прекрасно. Список экскурсий. Спасибо большое. Да, мы, в принципе, примерно понимаем одинаково здесь и хорошо. Собственно, важные примеры, именно как переменную мы сейчас используем внутри наших бизнес-процессов. Я привел наши чашки кофе. Помните, мы на первом вебинаре, на втором говорили о том, как мы завариваем кофе. Мы используем там цикл. К примеру, у нас три гостя. Да, и для чего нам нужна переменная? Как раз-таки переменная нам нужна для того, чтобы определить, когда нам нужно завершить цикл. Это ее очень важное применение. И очень важно правильно его программировать. Если вы неправильно его реализуете, я не знаю, говорю слово «программировать». Ведь визуальное составление бизнес-процесса очень напоминает на самом деле процедуру программирования. И важно правильно определять условия до цикла в нем и условия выхода. Значит, количество чашек – это перемены. И мы задаем в нее значение. Три чашки. К нам пришло три гости. Это значение можно взять из параметров, которые у нас, собственно, полей процесса. Да, и мы будем заваривать чашку кофе и уменьшать сразу значение перемены. Количество чашек равно 3 минус 1, 2. И дальше у нас идет то самое условие, и в нем оно должно быть прописано быть очень правильно, чтобы однозначно определять. Мы завершаем наш цикл или повторяем условие, что переменная равна нулю. В переменах сейчас у нас даже двоечка, не равна нулю. Мы идем на следующий заход. Опять кофе уменьшили на 1. Стало 2 минус 1, 1. И опять проверяем, 0 или не 0. Все еще не 0. Клица чашек – единичка. И последняя терраса, получается, третья. Собирали кофе. 1 минус 1 – 0. Клица чашек – 0. Таким образом, мы переходим дальше. Это и есть основа для реализации циклов и использования перемены именно как счетчик. Это такой, можно сказать, кейс практики применения. Еще один элемент – это флаг. Чуть-чуть более сложно, но смысл все равно остается тот же. А может, даже кому-то и будет проще, наоборот. Мы используем не как количество, а как флаг. То есть да или нет. Истинно или ложь. 0 или 1. Ну и так далее. Общий термин флаг, я думаю, будет всем понять. И это именно тот пример, как мы реализовываем с вами условия согласования. Ведь договор мы будем согласовывать не 3 раза, не 4, не 5, а пока не будет утвержден. Да, соответственно, стартовое значение у нас переменной согласовано равно нет. Мы как бы заранее определяем. Дальше у нас идет сразу условие. И так у нас по умолчанию у нас стоит нет. Мы нудительно, получается, отсылаем на ветку с нет. Уходитель первый раз будет договор вообще утверждать. Предположим, что он его не убедил и хочет доработать. Вы хотите говорить, нет, я не утверждаю. Значит, у нас следующее действие будет, что менеджер должен его изменить, доработать. Пусть так он доработает, мы переходим наверх. Мы возвращаемся на исходную веточку. Но при этом не на переменную. У нас переменная уже объединена, мы больше туда не идем. А сразу на условие. Согласовано да или нет. В переменной согласовано все еще лежит нет. То есть мы ничего здесь не меняли. Поэтому у нас опять уходит на руководителя. И здесь, уже здесь от него. Предположим, что теперь да. Это значит, что у нас теперь пойдет по другой ветке. И именно в этой ветке мы реализуем, что мы в переменную помещаем значение да. Согласовано присваиваем да. Дальше у нас наш процесс возвращается по веточке вверх. На условие. И теперь мы проверяем переменную. И в ней теперь лежит да. Мы его вот так установили. И это дает возможность завершиться нашему циклу и пойти дальше. Опять же, очень важно правильно определить изначальное значение, чтобы у вас, в принципе, пошел по той ветке, по которой вам нужно первый раз пройти. И у нас это строго нет. А дальше зависит от того, будет утверждаться или нет. И не пропустите, что при положительном решении вы должны поменять значение, чтобы цикл таки завершился, иначе он будет восходить вечно. А если вы неправильно предъявите значение изначальное, тогда у вас вообще не попадет в цикл, а сразу пойдет по ветке мимо него. Таким образом реализуется так называемый цикл по флагу «да-нет». Это, в общем-то, частые применения, и только вы отренируете этот навык, вы сможете реализовывать достаточно сложные конструкции по условиям, согласованию и так далее. Теперь к константам. Собственно, как мы их используем в жизни? Константы. Ну, я вспомнил два самых примера яркие. Пи, число 3,14. В любых формулах математики, начиная со школы и так далее, мы знаем, что пи равно 3,14, ну или более точное число, если нужно, и всегда мы можем понять, что написано в формуле, поставить и вычислить. То есть пи неизменно всегда. Давайте более пример такой простой. Календарь, да? Мы знаем точно, что у нас в неделе 7 дней, и никак больше. В любую страну приедете, будет 7 дней. И так далее. То есть константа – это нечто заранее определенное, и то, что мы опираемся внутри уже бизнес-процесса, как на заранее известное. То есть мы ожидаем, что мы это знаем. К примеру, мы использовали в нашем бизнес-процессе юриста. Ну, в небольшой компании юрист, скорее всего, один. И все договоры через него проходят. Это значит, что, в принципе, мы юриста можем вынести как раз-таки в константу. И все запущенные бизнес-процессы, мы будем в них использовать константа – юрист. И система будет автоматически подставлять определенное значение константа. Это там Иванов. Если Иванов уволится, и придет новый юрист Петров, то мы заранее один раз изменим константу, это может сделать администратор. И все бизнес-процессы, которые будут получать новое значение Петров, хотя константа та же, юрист. Мы обращаемся в бунты бизнес-процессы только к ней. Более того, B224 сделан так, что если меняется константа, значение будет поставиться даже в те процессы, которые уже запущены. Это важно и удобно. То есть для программиста, который реализует, для вас, который делает бунты бизнес-процессы, константа – такая вещь, на которой вы опираетесь, и уже пользователь, администратор определяет, что в ней именно поставлять. Еще один очень хороший пример, что некоторые вещи измеримы, например, количество дней на сбор посылки на складе, также удобно вынести за бизнес-процесс в константу. Как вариант, можно перемены использовать. Почему константу? Она задается один раз вовне, и не нужно каждый раз ее указывать или вычислять. Это просто удобно. И во всех действиях, связанных с определением срока, мы берем эту константу. Например, два дня на сбор посылки строго и не больше. Мы берем сегодняшнюю дату, плюс два дня, плюс константа. И неважно, сколько именно там дней. Внутри бизнес-процесса мы определяем именно так. Если компания хочет оптимизироваться, делать сборы посылки за один день, к примеру, нам не нужно будет менять вообще нашу реализацию бизнес-процесса. Новое значение в константу занесется один раз вне бизнес-процесса, и дальше все будем использовать именно это значение. Очень удобно, не нужно ничего будет переделывать. Так, собственно, еще раз про путешествия. Закрепим тему. Я все-таки дату начала и окончания отнес бы к константам. Понятно, что фокс-мажоры могут меняться, но изначально, почему константы? Потому что мы все путешествия планируем именно от этих дат. Мы гостиницу будем планировать для начала и окончания поездки. Мы билеты на самолет будем планировать от начала и окончания поездки. Это очень важные такие основы, на которых опирается все остальное. Если у нас по плану до 11-го часа, то вряд ли мы будем брать билеты на 15-го, на 12-го на работе. Какие у вас есть идеи? Констант. То есть, что мы используем при планировании, на что мы опираемся? Какие у вас идеи? Количество отдыхающих. Да, я бы тоже отнес констант. Опять же, фокс-мажор кто-то может измениться, но планируете вы гостиницу на 5 человек. Изначально бюджетом нужно количество человек, билеты и так далее. Бюджет. Вот кто-то бюджет относится к константам. Я бы тоже бы отнес это к константе как к плану, но жизнь показывает, что это часто переменная, конечно. Так как константа плюс переменный запасик. Объем чемодана. Ну уж точно константа. Если у вас один чемодан, то сколько у него вы сможете пихнуть, это тоже переменная, но чемодан один, как константа. Звездность гостиницы. Ну да, вы планируете поездку гостиницу А, у нее 3 звезды, вряд ли кто-нибудь их по пути отнимет. Носки всегда одна пара. Прекрасная константа. Спасибо большое. Город отправления. Константа. Да, вы планируете вылет из вполне приемного города. Как, наверное, город приема тоже, наверное, может быть констант. Спасибо большое. Мне кажется, мы хорошо здесь поняли и закрепили тему. Еще один элемент, который очень важно понимать при создании переменных константов других элементов. Это тип. Я еще раз перейду на портал, чтобы показать там вживую. Давайте, наверное, покажу переменные. Мы делаем добавить. У нас есть тип. Это как бы варианты значений, которые вообще можно записывать в вашу переменную константу, поле или так далее. Если мы определяем как строчка, значит, туда можно вводить любой текст. Если мы определяем как целое число, значит, туда нельзя записать ничего, кроме 1, 2, 3, 100 и так далее. Нельзя записать 1,5 уже нельзя. Потому что вы сказали, что там только целые числа. Если дата, туда мы пишем в формате даты. Если пользователь, то это ссылка на пользователь. Его ID, ну или другое отображение. И так далее, и так далее. Это очень важно. Во-первых, после создания нельзя миниотип. В общем, пересоздавать переменную константу. Это не сделано там как в виде ограничения, чтобы нам там, чтобы вы побольше поработали. Ни в коем случае это сделано, потому что на уровне хранения данных они вообще хранятся по-разному. Там список, это будет отдельный вид в базе данных записи и так далее. Поэтому нужно хорошо продумывать типы. И дальше, когда вы в бизнес-процессе уже используете их, обратите внимание, что у вас в зависимости от типа автоматом и подстраиваются формы. Если мы говорим, что тип, кем изменен? У нас будет форма выбора пользователя. И все вот эти вот наши константы, перемены будут только те, которые являются типом пользователя. Если мы поставим дату, то видите, у нас меняется их форма. Она нас форма предлагает выбрать, собственно, дату. Проверяется различный интерфейс. И опять же, у нас будут только те доступные перемены, константы и различные другие данные, которые являются датами. Даже можно поставить после, хотя после, конечно, не является датой. Ну и так далее. Был еще хороший пример опубликован. Это у нас флаг, да, нет, ну или список, неважно. У меня есть заранее определенные значения, которые я могу, собственно, выбрать. Поэтому определяйте правильно типы. И когда вы устанавливаете значения, не удивляйтесь, почему у вас не все вообще варианты есть, потому что они также подстраиваются под типы. Так, собственно, возвращаясь к презентации. Я хочу подвести итог, что у вас, получается, есть 4 вида инструментов. Это поля процесса. Как здесь можно размышлять? Они вечные, и они для пользователей. Когда мы запускаем процесс, мы даем пользователю что-то внести. Это есть те самые поля, в первую очередь. И после того, как процесс завершен, мы все сохраняем в поля. Это скорее пользовательские вещи. Переменные, они как внутренние. Для разработчиков живут только пока запущен бизнес-процесс. Внутри него. Нужны для логики, для реализации. По параметрам. Мы, на самом деле, не будем вам их показывать. Достаточно редко они используются. По крайней мере, сегодня мы их не покажем. Это также такие переменные. Они временные. Они живут только пока бизнес-процесс у вас конкретно запущен. Но они могут установиться пользователем при запуске бизнес-процесса. Вот такой пример. Иногда это может пригодиться. Может быть, мы в следующих вебинарах доберемся и продемонстрируем. И константы очень удобный инструмент. Они скорее для администраторов. То есть для тех поисков, которые определяют. Кто в компании юрист. Они определяют сколько срок сбора. И так далее. Это внешние данные. Удобно при разработке бизнес-процесса продумать, что является константами. С клиентом. Или если вы делаете для себя договориться, обсудить и вынести их сразу, чтобы вы внутри бизнес-процесса не переделывали. Туда-сюда. Не меняли. А передносили сразу вещи в константы. Собственно, я свою часть рассказал. Я передам слово Михаилу. Но Михаил вернется на часть вопросов и ответов сначала. А потом уже мы будем тогда показывать. Сейчас я попробую переключить Михаила. Михаил, ты можешь взять уже слово. А, нет, еще не можешь взять слово. Извиняюсь. Сейчас сначала нужно дать тебе доступ. Так, сходи на связь. Есть. Мы тебя видим. Скажи что-нибудь. Так, я всех приветствую. Мы тебя слышим. Как меня слышно? Слышно и видо. Хорошо. Всем добрый день. Мы продолжаем наш вебинар. И в начале своего слова я сначала вам отвечу на те вопросы, которые вы задавали в прошлый раз. Поэтому переключусь на презентацию. Иван, можешь передать мне. Слушатели, пожалуйста, давайте нам обратную связь переключить, если мы все ли хорошо у вас видно, слышно. Я тебе картинку... Я переключаюсь, да. Я переключаюсь, да. У нас на экран. И должны сейчас отобразиться те вопросы, которые были у нас на прошлом вебинаре, на которые мы как бы не успели еще ответить. Отлично. Видно? Да. Замечательно. Так, ну вот следующий ряд вопросов. Спрашивает, если Виктор Слободинов, если помните, это наш руководитель отдела, уволится, придется ли исправить бизнес-процесс его участия? В том варианте, который мы реализовали, действительно это необходимо будет вручную все исправлять. Но, чтобы этого не делать вручную, можно использовать константы, переменные, действия выбора сотрудника. И сегодня мы покажем, как это реализовать на примере нашего бизнес-процесса. Далее вопрос. Бизнес-процесс для сделки может вводиться в живую ленту? Это спрашивает про СРМ. Да, там есть такая возможность, чтобы все действия отображались в живой ленте. Просто зайдите в настройках и посмотрите. Я думаю, что вы найдете и включите эту опцию. Как сделать обязательный комментарий при отрицательных решениях? В принципе, здесь комментарий, он всегда присутствует. Поэтому, если у вас какое-то решение положительное, а вам комментарий требуется обязательный, вы просто поймите, что замечаний нету и пусть будет такой короткий комментарий. Можно ли распечатать для документирования созданный шаблон бизнес-процесса? Непосредственно из дизайнера распечатывать не получится, но вы можете уменьшить масштаб изображения, чтобы ваш весь этот шаблон был отображен на экране. Затем сделать просто экранную копию и в любом графическом редакторе дальше потом распечатать ваш шаблон бизнес-процесса. Спрашивать, что такое множественное у типа поля? Вот смотрите, у поля может быть несколько значений. Возьмем наш договор. Договор это может быть такое комплексное понятие. И в сам договор будет входить сам договор, плюс карточка клиента, где будет указан реквизит компании, плюс дополнительное соглашение. То есть по факту у нас получается, что три файла входят вот в это комплексное понятие договора. И для того, чтобы не создавать три отдельных поля под каждый файл, можно использовать такой вот вид множественный. Тогда у вас это будет одно поле, но в нем вы можете сохранять три значения. Следующий вопрос. Как изменять файлы, чтобы были версии? Мы сегодня вам покажем изменение файлов. То есть когда один договор меняется на измененный, это будет путем, так сказать, затирания прошлой версии. Если вам нужно, чтобы версии отображались, чтобы была первая версия, вторая, третья, вы все их видели, то самый простой вариант это прикреплять эти файлы к комментариям. То есть сначала сделали комментарий, там отобразился первый у вас файл. Потом сделали следующий комментарий и подключили второй файл. И так далее. То есть тогда в комментариях вы всегда будете видеть, какие изменения в самих файлах происходили. Следующий вопрос. Задачи, создающиеся из бизнес-процесса, отличаются от обычных задач. И в частности нет чек-листов. Да, действительно, они отличаются по функционалу, но вы всегда можете выйти из положения. Когда вы создаете задачу в бизнес-процессе, там есть большое поле, описание. И в этом поле вы можете описать подробно, что требуется от сотрудника. Вы там можете прям по порядку указать. Первое, вы должны сделать там разработать черновик документа. Второе, это черновик утвердить. Третье, внести данные в этот черновик. Четвертое, подписать итоговый документ. Прямо по пунктам, пожалуйста, пользуйтесь этим описанием и расписывайте конкретную задачу своим сотрудникам. Далее. Рекомендую мои браузеры для работы. Ну, если вы смотрели наши вебинары внимательно предыдущие, то мы показываем работу сразу в четырех браузерах, разных браузерах. Поэтому здесь никаких предпочтений у нас нет. Можете пользоваться тем браузером, к которому вы привыкли. Вот, замечательная система работает во всех браузерах. Чем отличается автор и поле документа, кем создан. Значит, в прошлый раз, да, вы, наверное, обратили внимание, что можно использовать в качестве сотрудника такое значение, как автор, а можно использовать поле кем создан. Отличаются они реализации. То есть автор это непосредственно переменная, которая используется в бизнес-процессе, а кем создан это поле. Вот. То есть разная фактическая реализация. Но результат будет одинаковый. Если вы использовали автор или использовали кем создан, то все равно это будет один и тот же человек. Просто в работе бизнес-процесса над различными вот этими переменными и полями можно выполнять различные действия. Поэтому иногда удобнее использовать автор переменной, иногда удобнее использовать кем создан, как поле. Следующий вопрос. Где в задаче виден приложенный договор? Значит, в реализации того бизнес-процесса, который мы показали на вебинаре, вот, вы его нигде не можете увидеть, потому что мы не делали ссылку на соответствующий документ. А вот в следующем вебинаре мы покажем, как сделать удобную ссылку на документ, чтобы из задачи можно было сразу по нему переходить. Это очень удобно. Вот, пожалуйста, не пропустите у нас четвертый вебинар, об этом мы обязательно рассказываем. Далее спрашивает. Может произойти такое, что несколько бизнес-процессов запущенных переплетутся между собой, процесс заклинит. То есть, да, если у вас сразу автоматически запускается несколько бизнес-процессов, они обращаются к одним и тем же полям, производят какую-то обработку данных, и действительно такая ситуация может произойти. Поэтому всегда, когда вы разрабатываете логику работы бизнес-процессов, создаете алгоритм, продумываете, продумываете возможные ситуации. Здесь их надо обязательно предусмотреть и предугадать. Следующий вопрос. Есть ли можно подробнее про прерывание процесса, когда его корректно использовать? Вот в простых бизнес-процессах линейных, которые мы сейчас с вами рассматриваем, какой-то ситуации такой практически трудно привести, когда желательно использовать прерывание процесса, такое действие. Обычно прерывание процесса используется в сложных бизнес-процессах, созданных на статусах. И там, соответственно, в каждом статусе выполняется отдельный бизнес-процесс. И иногда бывают такие ситуации, что нужно вот внутри этого статуса прерывать работу. То есть дальше обработка документа, например, не требуется. Тогда для того, чтобы не переходить в следующий статус, не выполнять следующий бизнес-процесс, желательно прервать и использовать такое действие. Но это именно вот в таких сложных. Мы пока что на наших фебинарах, которые в первой части статусы не используем, поэтому применять пока такое действие не будем. Но во второй части курса мы покажем, как это реализовывается. Ну, я думаю, что на выборочные вопросы я ответил. Вот, пожалуйста, задавайте еще вопросы. Мы постараемся отвечать на то, что вы спрашиваете, потому что мы понимаем, что это вас интересует. Ну, а сейчас я думаю, что мы уже перейдем к реализации фактической нашего бизнес-процесса. Расмотрим, как создавать цикл, использовать переменные и константы. Значит, я камеру отключу, чтобы она нам не мешала работать. Ну, звук, конечно же, оставлю. Так, и переключаемся в тестовый портал. Напоминаю, что у нас создан тестовый портал с виртуальной компании. У нас заранее задана структура компании, которую мы используем. По умолчанию вот она приведена. И в разделе процессы в ленте мы с вами создаем бизнес-процесс оформления договора. И на прошлом вебинаре мы с вами создали уже бизнес-процесс, который у нас с вами есть. Это вот простой линейный бизнес-процесс оформления договора. Мы его упростили в прошлый раз. Как вы помните, мы убрали циклы и сделали простое согласование. То есть договор либо согласован, либо не согласован. Если не согласован, то процесс прерывается и работа на этом заканчивается. В жизни, конечно же, так не происходит. Если наш сотрудник подготовил документ, который не согласован, он, соответственно, должен его исправить. После исправления он его отдает опять руководителю. Если опять документ будет не согласован, то повторное исправление требуется. Ну и так далее. И вот такое сейчас действие мы с вами и реализуем. Но прежде чем приступить к созданию цикла, давайте создадим дополнительное поле. в нашем процессе. Вот перейдем в поля процесса и создадим поле, которое назовем версия. Версия договора. Чтобы отслеживать, сколько вообще у нас версий получилось, создадим такое поле. Обязательным оно не должно быть. тип это обычный текст будет у нас, поэтому тип зададим строка. Ну а остальные параметры мы оставим пока без изменения. Значит, очень часто спрашивают про эти галочки показывать в форме добавления, показывать в форме редактирования. Сразу отвечу на этот вопрос, раз уж открыли мы здесь поля. Показывать в форме добавления это означает, что когда сотрудник начнет запускать бизнес-процесс, то это поле у него отобразится для заполнения. Если мы галочку снимем, то это поле будет не отображаться, он не увидит его вообще. Для чего это нужно? Очень часто вы в процессе создания шаблонов будете использовать как какие-то внутренние служебные поля, куда будете помещать временную информацию для хранения или отображать там статусы, которые нужны именно вам как разработчику. Чтобы это поле не мешалось и сотрудники его не видели и не обращали на него внимания, вы всегда можете снять эту галочку. Сотрудники видеть его не будут, а вы будете с ним работать и будете использовать его в процессе. Так, но оно нам потребуется, поэтому галочку возвращаем. А показывать в форме редактирования это после завершения бизнес-процесса, там, где у нас документы сохраняются. То же самое при открытии документа мы либо будем видеть это поле, либо не будем. Но нам требуется, чтобы это поле показывалось, поэтому галочку тоже оставляем. Сохранить нажимаем. Создали новое поле версия договора. Теперь переключаемся в сам бизнес-процесс. Ну и прежде чем его менять, давайте его скопируем, как бы выполним резервное копирование, потому что чтобы была возможность всегда вернуться к тому, к исходному состоянию. К тому же, я думаю, что на четвертом вебинаре мы исходный этот бизнес-процесс также будем использовать из-за того, что он очень простой и быстро выполняется. Как нам его скопировать? Нажимаем экспорт. Открывается окно и в виде обычного файла с расширением B5 мы сохраняем. Давайте пометим, что это наш бизнес-процесс, который мы будем использовать. Все. мы его сохранили и выходим из этого окошка. Далее создадим новый последовательный бизнес-процесс. и сделаем заголовок ему бизнес-процесс оформление договором с циклом. Вот у меня уже здесь подставляется. Далее параметры переменной константы пока заполнять не будем. Нажимаем кнопочку сохранить. Вот у нас получился пока пустой шаблон бизнес-процесса, в котором есть начало и конец. соответственно теперь здесь мы выполним команду импорт импорт бизнес-процесса. Выберем тот файл, который мы с вами сохранили. бизнес-процесс открыть, импортировать. Вот таким образом мы импортировали сохраненный ранее бизнес-процесс. Сохраним его после изменений. Ну и теперь вот что видим в списке. У нас есть исходный бизнес-процесс оформления договора и у нас есть бизнес-процесс оформления договором с циклом, то есть который мы сейчас будем с вами изменять. Сразу же давайте здесь отключим автозапуск, чтобы эти два процесса не запускались автоматически. Щелкаем на кнопочке действия и выбираем команду не запускать при создании. Так, и вот мы видим, что у нас автозапуск отключился, нет его. Приступаем к редактированию бизнес-процесс оформления договора с циклом. Для того, чтобы создать цикл, нам потребуется использовать переменную. Поэтому переходим в параметры шаблона, открываем закладочку переменную, здесь пока у нас их нет вообще, и нажимаем кнопочку добавить переменную. И далее заполняем поля. идентификатор вы можете не менять, использовать по умолчанию, но для того, чтобы потом было более понятно, какие перемены и где вы использовали, желательно их как-то называть. Можно самым простым образом их называть, это в транскрипции с русского языка писательно на английском. Можно, конечно же, правильно по-английски их называть. Создадим переменную согласование с руководителем. Значит, эта переменная нам нужна будет для того, чтобы выходить из нашего цикла. Потому что в чем заключается работа цикла? До тех пор, пока наш договор не согласован, цикл должен выполняться. То есть сотрудник должен изменять те замечания, которые руководители ему укажут. И как только руководитель согласовал договор, соответственно, наш бизнес-процесс должен выйти из цикла и пойти дальше. Так, здесь пишем уже непосредственно название переменной. По-русски можно это делать. Описание. Здесь можно более подробно указать, что это за переменная, для чего она используется. и далее. Выбираем тип. Значит, мы будем использовать самый простой тип в виде флага «да» и «нет». То есть, если договор не согласован «нет», то цикл повторяется. Если договор согласован «да», соответственно, мы выходим из этого цикла. Указали. Далее. Обязательные множественные нам здесь не требуется использовать, но мы должны обязательно задать значение по умолчанию, иначе наш цикл не будет работать с самого начала. Мы здесь должны поставить «нет». То есть, изначально считается, что договор не согласован и он должен прийти на согласование к руководителю. Если не поставить это значение, не установлено, вот оставить или «да» поставить, то будет считаться, что договор автоматически согласован с руководителем и он просто к нему не придет на согласование. Поэтому этот нюанс учтите. Ставим здесь «нет» и нажимаем кнопочку «ок». Вот мы создали первые перемены. Для реализации нашего цикла достаточно пока ее одной. Все, нажимаем «сохранить», чтобы зафиксировать наши изменения. И теперь перейдем в шаблон бизнес-процессов. Нам потребуется цикл. Цикл у нас находится в разделе «конструкции». Вот он у нас имеется. А где мы его разместим? Значит, у нас есть уведомление руководителя, то есть мы руководителя уведомили и, соответственно, потом уже договор ему оправляется на согласование и начинается процесс итерационный. Согласовал либо не согласовал. Если не согласовал, то исправляем, если согласовал, то нет. Соответственно, цикл нужно будет поставить под уведомлением. Разместили цикл. Теперь нужно внутри цикла, если вы видите, то здесь пунктирчиком определены те действия, которые будут внутри находиться. Необходимо задать действия, согласование. Но сам цикл, он настраивается. Вот здесь нажимаем шестеренку настроек и задаем. Заголовок. Опять же, чтобы было понятно и желательно всегда более подробно делать описание. Значит, этот цикл согласования с руководителем. Значит, мы используем значение переменной в этом цикле. Это переменная, но в данном случае она у нас пока одна, это согласование с руководителем и должно оно принимать значение нет. нет. Что это значит? Это означает следующее. Пока данная переменная принимает значение нет, цикл у нас повторяется. И как только переменная примет значение да, мы выйдем из этого цикла. Так вот, для того, чтобы цикл повторялся, нам пока нужно значение нет. Сделали настройки самого цикла, теперь внутри нужно расположить нужные действия. Что у нас? Нам как бы нужно внутри расположить согласование с руководителем и напрашивается действие, чтобы мы просто перетащили это согласование туда, то есть взяли мышки туда, перетащили. Но если вы видите, то вместе с согласованием перетаскиваются и все действия, которые находятся в ветках да и нет, а нам этого не требуется. Поэтому здесь мы просто повторим это действие согласования с руководителем. Вспомним прошлый наш вебинар. Значит, мы с вами в заданиях использовали действие утверждения документа для того, чтобы согласовать с руководителем. Значит, сюда же перетаскиваем и выполняем его настройку. Заодно и повторим. Значит, утверждение документа мы поменяли на согласование с руководителем. Утверждают сотрудники, но пока четко укажем, что это Виктор Слободилов. Все сотрудники. Так, и что сделать нужно? Согласовать договор. Описание вы можете подробно уже указывать. Ниже статус у нас будет согласовал. Проценты мы убираем, потому что у нас всего один человек, поэтому проценты здесь нам ничего не покажут. Далее кнопочки мы задавали согласовано и не согласовано. Значит, говорили, что служебный комментарий нам не нужен, мы его отключим. Так, ну а такой комментарий у нас останется. Все. Сохранили данные действия. Ну и теперь, что нам требуется. Значит, если у нас ответ нет, не согласовано, то что у нас было? У нас было уведомление пользователя об отказе. Это уведомление мы можем непосредственно взять и мышкой перетащить в наш цикл. То есть нет необходимости его заново создавать, здесь можно пойти простым путем, просто перетащить. Вот мы перетащили его и наше уведомление теперь внутри цикла оказалось. Немножко подправим его. У нас было написано в виде текста подготовленный договор не согласован, причины указаны в комментарии. И давайте добавим вам необходимо исправить договор. то есть не просто мы предупредили его о том, что не согласован, а указали, что потребуется его исправление. Все. Данные действия мы с вами задали. Ну и теперь что нам требуется еще? Нам потребуется сотруднику непосредственно указать, что ему необходимо что-то сделать. для того, чтобы указать на это есть два варианта. В прошлый раз мы использовали задачи, то есть создавали задачу, в которой описывалось, что сотруднику необходимо сделать. Но мы говорили о том, что помимо задач еще можно использовать задания. И вот мы сейчас как раз продемонстрируем на примере запроса дополнительной информации, как это можно реализовать. Значит, у нас в разделе задания есть запрос дополнительной информации. Соответственно, перетаскиваем его и устанавливаем после уведомления пользователя. Перетащили, зафиксировалось у нас действие, ну и теперь нужно его настроить. Нажимаем шестеренку и выполняем настройки. Значит, в заголовке мы указываем, что это действие будет у нас исправить и прикрепить договор. кто это будет делать? Ну, тот, кто у нас является автором данного документа. Давайте в названии задания приблизительно то же самое укажем исправить прикрепить договор к нужному полю, чтобы сотрудник наш понимал, куда это нужно будет вставить. Так, описание опять же можно более подробно задать. Текст кнопочки сохранить. ну, еще, я думаю, мы с вами должны будем поменять текст статуса, чтобы в бизнес процессе это лучше у нас отображалось. вот здесь вот ниже текст статуса давайте с вами поменяем и зададим возврат и исправление. Так, показывать комментарии нет, нам не требуется. это служебный комментарий, обычный будет использоваться. Так, ну, все, все основные настройки мы здесь сделали. Ну, и теперь переходим еще к важному моменту. Значит, обращаю ваше внимание, внизу у этого действия есть такой раздел поля. Это поля, которые мы создадим, нужны для того, чтобы их пользователь заполнил, то есть вставил туда необходимые значения. Как создать эти поля? Нажимаем кнопочку добавить поле и создаем новое поле. Это будет у нас поле исправленный договор, то есть сотрудник сюда будет прикреплять исправленный договор. Можно по-другому назвать, там новая версия договора. Далее, код вы должны задать обязательно на английском языке, но опять же самое простое это использовать просто транскрипцию писать по-русски, но на английском языке. Можно, конечно, сокращать, чтобы длинно не получалось, например, это будет у нас исправленный договор. Описание давайте здесь все-таки для примера сейчас приведем, напишем, что это файл, исправленный договором. Так как у нас это файл, соответственно, и тип должен быть файл, поэтому поменяем вместо типа строка поставим файл. Что еще сделаем? Включим режим обязательное поле. Это означает, что пока сотрудник это поле не заполнил, наш бизнес процесс дальше не пойдет, потому что все очень логично. Мы сказали сотруднику исправить договор, сотрудник должен исправить договор и новый файл прикрепить. Если он не прикрепил новый файл, то получается он ничего не исправил, поэтому сделаем его обязательным. Ну и после этого нажимаем кнопочку сохранить. И вот внизу мы с вами видим, что мы создали новое поле исправленный договор. Но дополнительно мы еще одно поле создадим, которое назовем версия договора. Чтобы понимать, какова версия договора уже используется в результате, потому что там первая будет версия, вторая, третья, и чтобы не запутаться, давайте их отслеживать. Михаил, можно тебя дополнить здесь. Да, конечно. Пока я заполняю. Да, заполняю. Фактически вот это действие, вы можете понимать, как создание формы, как мы обычно делаем форму на сайте, в котором есть некоторые поля, которые человек будет заполнять. Фактически это действие и есть заполнение вот такой формы. и те поля, которые мы сейчас создаем, Михаил сделал новую версию договора, в принципе прикрепить файлик, и текстовое поле, версия договора, это те поля формы, которые пользователь увидит, и он должен его задание в том, чтобы заполнить вот эти поля. В этом есть смысл этого действия. Так, хорошо. Значит, мы задали, это будет текст обычный, соответственно, пусть тоже будет обязательное, чтобы сотрудник пометил какая-то версия. у нас. Все, нажимаем кнопочку сохранить, и внизу мы увидели, что создано еще одно поле, версия договора. Таким образом, мы полностью настроили это действие, запрос дополнительной информации. Вот она у нас теперь как это выглядит. Вот он, исправить и прикрепить договор. Но, что нам еще нужно сделать? То есть, мы запросили сейчас у пользователя эту информацию. Эту информацию пользователь вставил, и если дальше просто оставить все как есть, то получится, что вставленная информация просто прикрепилась к бизнес-процессу. Но нам нужно, чтобы эта информация не просто прикрепилась к бизнес-процессу, а потом отобразилась в полях документа. Поэтому, как правило, после этого действия еще используется действие изменения документа, с помощью которого мы полученную информацию разместим в полях документа. То есть, вот сюда переместили это действие изменения документа, и далее выполняем настройку следующим образом. Давайте прямо укажем в заголовочке, что это помещение данных документов. и далее что мы помещаем. У нас есть поле электронная версия. В этом поле у нас была исходная версия договора, наш файл. Соответственно, должна быть теперь новая версия. Поэтому нажимаем здесь многоточие, то есть переходим в окно ставка значения и среди переменных переменные открываем, находим нашу теперь переменную это исправленный договор. То есть сейчас, после того, как мы это указали, вместо старого файла система автоматически подставит новый файл. Ну и теперь нам нужно внизу еще добавить условия, что версия договора какая должна стать. Опять используем ставка значения, переменные выбираем и какую переменную мы здесь создали. Это версия договора. Таким образом, теперь система вместо старой версии договора подставит значение, которое указал пользователь. Сохраняем действие. То есть вот теперь мы что получили в нашем цикле. Напомню, уведомили пользователя, потом дали ему задание исправить и прикрепить договор, и затем этот договор поместили в поле документа. Для продолжения цикла мы теперь должны задать переменные. Значит, в разделе прочее выбираем действие изменения переменных и сначала размещаем здесь в отрицательной ветке. И настраиваем это действие следующим образом. Давайте точно укажем, чтобы потом понимать, что происходит в наших действиях. Значит, здесь у нас будет согласование с руководителем. нет, то есть не согласовано. Ну и раз не согласовано, то наше поле, вот это согласование с руководителем, точнее переменное, она, соответственно, должна быть нет. Сохраняем. Ну и, соответственно, аналогично мы теперь должны в левой ветке, где у нас положительный ответ согласовано, поставить действие изменения переменных и по аналогии сделать согласование с руководителем, что да. Так, согласование с руководителем и устанавливаем значение да. Сохранить. Вот, таким образом, что мы получили? Если у нас не согласовано с руководителем, то идет по отрицательной ветке, выполняется нужное действие, доходим до переменной и она у нас здесь равно значению нет. Раз нет, то, соответственно, идет уведомление пользователя, что ему нужно будет исправить договор. Вот, он исправляет и опять все это повторяется действие, прикрепляет данные, опять доходим, вот, если не согласовано, переменная равна нет, и опять у нас цикл повторяется. И в тот момент, когда у нас руководитель согласовал, мы переходим по положительной ветке да, переменная у нас принимает значение да, то есть согласовано, и дальше мы выходим из цикла и идем вниз по нашему бизнес-процессу. то есть условием выхода из цикла у нас является значение переменной да, как только она примет это значение, мы выйдем из цикла и пойдем дальше. Ну, теперь нужно нам немножко подправить наш бизнес-процесс, согласование с руководителем нам это действие не нужно, но его сразу нельзя удалить, если удалим, то и удалятся все эти веточки, они нам нужны, поэтому сделаем следующее, наше условие направлять бухгалтеру или не направлять, мы положим чуть выше действия согласования с руководителем. После того, как у нас уходит либо нет наш документ бухгалтеру, мы извещаем юриста с помощью почтового сообщения и соответственно тоже это действие перетаскиваем чуть выше и после уведомления юриста выполняется действие согласования с ним и вот мы его тоже сюда перетащили. Все, логика у нас сохранилась, появилось лишнее действие согласования с руководителем, крестиком просто мы его нажмем на этот крестик и удалим. Все, мы включили цикл в наш бизнес-процесс, сохраняем его и соответственно теперь можем протестировать. Значит, проверяем у нас данный бизнес-процесс имеет автозапуск на создание, переходим в браузер нашего менеджера, напоминаю, что у нас менеджер это Анна, вот ее фотография здесь в правом углу с собачкой, то есть легко сразу заметить, что это Аня и как она запускает бизнес-процесс. Напомню, в живой ленте выбирает раздел еще, процессы, находит нужный процесс оформления договора, открываются соответствующие поля, и она начинает их заполнить. Ну, давайте, с производной компанией, вектор, номер договора, так, у нас третий вебинар, вот так, пусть будет, сумма договора, давайте зададим меньше десяти тысяч, чтобы бухгалтеру не направлять, побыстрее это сделать, электронная версия, добавляем наш договор, версия пишем, версия 1, ну и нажимаем кнопочку отправить. новый был звуковой сигнал, который говорит о том, что бизнес-процесс начался, вот, появилось сообщение в живой ленте у Анны, что ее договор ушел на согласование Виктору Слободинову. Соответственно, теперь переключаемся в браузер Виктора, вот он, его браузер, вот в правом верхнем углу видно его фотография, которая идентифицирует этот браузер, что это его. В живой ленте он, соответственно, видит задание согласовать договор. Может подробнее нажать и, соответственно, в отдельном окошке откроется это задание. Значит, чтобы продемонстрировать работу цикла, мы, соответственно, выполним действие несогласованным, то есть нажмем кнопочку несогласованным. Но, чтобы сотрудник наш понимал, почему несогласованно в комментариях, Виктор у нас добавит. Ну, давайте напишем необходимо исправить реквизиты компании. То есть там какая-то ошибка, вот, например, нужно. Далее он нажимает кнопочку отправить, в результате комментарии прикрепляется к бизнес-процессу и далее он нажимает кнопочку несогласованным. И что мы видим? Что наш договор возвращается к Ане и вот статус, тот, который мы задавали. Возврат и исправление. То есть наш договор пошел возвращен, чтобы менеджер его исправил. Переключаемся в браузер менеджера. В живой ленте, соответственно, у нее появляется сообщение, что нужно исправить и прикрепить договор к нужному полю. Подробнее она открывает это задание. И что мы видим? Мы видим, что здесь появились те поля, которые мы с вами создавали. Это поля исправленный договор и версия договора. То есть нужно указать, какая текущая версия и прикрепить новый файл с исправленным договором. То есть после того, как Аня у нас исправит этот договор, она должна сюда разместить тот файл, который она исправила. Мы подготовили заранее этот файл, чтобы время сейчас не тратить. Таким образом, Аня нажимает кнопочку «Обзор», прикрепляет новый файл договор исправленный, нажимает «Открыть» и вот мы сюда разместили этот договор. И далее указывает, что это версия 2. Нажимает кнопочку «Сохранить», но может, например, тоже добавить комментарий. То есть прокомментирует, что она сделала. Реквизиты исправил, потому что комментарий очень удобно в них отображать как раз все вот эти вот пометки, что происходило с документом, что вносилось в него, как он исправлялся. Опять же нажимает кнопочку «Отправить», данный комментарий прикрепился к бизнес-процессу, далее он нажимает кнопку «Сохранить». «Отправить». И что мы видим? Мы видим, что опять наш договор ушел Виктору Слободинову. Переключаемся в браузер Виктора Слободинова. Соответственно, у него новое задание в живой ленте «Согласовать договор», тот, который Аня исправила. Он может, подробнее нажмем, чтобы в окошко отдельное открылось, он видит, какие комментарии Аня сделала, что реквизиты исправила. Он может открыть этот договор, просмотреть, что действительно все подправлено, ну и потом нажать кнопку «Согласовано». Если опять что-то не так, то он опять нажимает кнопку «Несогласовано», опять договор уходит к Ане, Аня опять исправляет, опять руководителю договор переходит, и все это происходит в автоматическом режиме. Но я думаю, что уже все это понятно, поэтому режим «Несогласованный» не будем показывать, а дальше просто пройдем до конца бизнес-процесса, чтобы посмотреть результаты. Значит, «Согласовано», вот у нас потом договор ушел юристу, в браузере юриста, мы в живой ленте видим это задание, быстренько согласовываем, да, юрист согласен со всем. После этого, напоминаю, у нас было задание менеджера в виде задачи подписать договор и отправить, менеджер оперативненько с этим справился, после этого завершил задачу, ну и все. Мы видим, что у нас бизнес-процесс завершен, то есть вот статус отображается, его договор наш согласован. Значит, через некоторое время, например, мы хотим посмотреть, какая же версия договора в результате была согласована. Значит, тогда мы можем открыть раздел процессы в ленте, оформление договора. Значит, здесь у нас будет приведен список всех договоров, которые были согласованы. В действиях мы можем просмотреть этот договор и когда открываются все поля нашего документа, что мы здесь видим? Мы видим, что файл у нас договор исправленный, ну, система битрикс24 делает транскрипцию русского языка и сохраняет по-английски, но все равно видно, что это договор исправленный файл и, соответственно, версия договора, здесь указано, что это вторая версия, то есть система автоматически подставила сюда значение и сохранила. Вот таким образом мы видим, что все изменения, которые мы сделали, здесь у нас все это отобразилось. То есть система не просто запросила информацию, но потом эту информацию и поместила в нужные поля документов. Так, Иван, может быть, поднакопились вопросы и сделаем небольшую короткую остановку для того, чтобы ответить на вопросы? Хорошо, мы как раз с вами попросмотрели блок первый по реализации. Действительно, есть вопросы и я попробую на них сейчас дать вам ответы. Вы видите, кстати говоря, в общем списке вопросов, но на некоторые вопросы я уже походу дал ответы, что могу написать сразу, быстро напечатать. Может, кому-то тоже будет интересно, обращайте внимание. Значит, вопрос от Бориса. перемены, которые мы создаем, действуют для всей системы или только для конкретного бизнес-процесса? Для каждого шаблона бизнес-процесса, который мы с вами реализуем, мы описываем отдельные перемены. То есть перемены, они как бы внутри только одного шаблона и больше никак. То есть каждый раз вы будете описывать их самостоятельно. Для каждого шаблона вы делаете свои. При этом, в принципе, мы показали, как можно копировать шаблон, да, и если какие-то похожие действия, вы можете реализовать один бизнес-процесс, скопировать его, загрузить снова и исправить его для какой-то новой сдачи, если они схожие и делать снова неактуально. В данной форме обязательно создавать новые поля или можно воспроизводиться имеющимся? Спрашивает Максим. Вообще, действие по запросу данных оно на полумолчание предлагает поля именно добавлять. Я на самом деле не уверен, что сейчас мы как-то можем на это повлиять и перенастроить, поэтому полумолчание мы создаем каждый раз снова. Спрашивает Александр, можно ли сделать, чтобы мы могли указать сотруднику в запросе доп.информации, что именно не так, если полей несколько и так далее. Но на самом деле комментарии, которые заполняют согласующие, универсальное поле, можно написать все, что угодно, каким угодно по подробностям это поле, конкретно указывать, какие поля правильные и неправильные, такой функции, которые, к сожалению, нет, не сильно уверен, что она будет удобна, если нужно в свободной форме излагать все, что вам хочется по согласованию или не согласованию. Коллеги нам указывают, что согласование равно нет, будет ли лишним. Ну, надо подумать, на самом деле у нас в эфире, в принципе, я хотел сказать, что действительно в данный момент это согласование можно и не ставить, оно как бы лишним. Но я просто хотел продемонстрировать, что есть перемены и что их нужно устанавливать в нужные значения. Как бы в этом, в конкретном ситуации это можно было избежать. Покажи именно какой, чтобы нас все слушатели поняли, просто додавалу сейчас удалить на самом деле. Согласования с руководителем нет, ее просто можно действительно убрать. Потому что по умолчанию определили заранее. Да, да. Но чтобы человек, который первый раз создает цикл, он понимал, что нужно устанавливать переменные в соответствующее состояние, я как бы это продемонстрировал. Когда вы с циклами хорошо разберетесь уже, то вы поймете действительно, что в некоторых случаях можно значительно упрощать и лишние действия просто не размещать. Но как бы для общего представления я просто это продемонстрировал. Еще спрашивают, как именно Bittrex понимает, какой шаблон мы будем запускать. Старый, новая, которую мы сделали, спрашивает у нас Елена. Давайте покажем список шаблонов, которых мы сделали по одному процессу и в статусе их запуска перейдем в список бизнес-процессов шаблонов. Так, Иван, у тебя сейчас демонстрировал. Я предлагаю тебе, да, ты, фактически твой экран. Так, Значит, мы переходим в наш процесс оформления договора, выбираем кнопочку бизнес-процессы, вот, и что мы здесь видим? Вот, обращаю ваше внимание на последнюю колонку автозапуск. И здесь у нас несколько бизнес-процессов, но автозапуск в данный момент стоит только вот у нашего бизнес-процесса оформления договора с циклом. Соответственно, только этот бизнес-процесс и запустится. Вот таким образом система понимает, что запускать, а что нет. Отлично, спасибо большое. Я думаю, здесь исчерпывающий ответ. Артем комментирует, наверное, даже спрашивает, что удобно, когда версия договора лежит на битрис-диске. Вообще, диск у нас хорошо представлен в редакторе бизнес-процессов, целый блок есть по работе с ним, удобно использовать диск, но более сложный тем, мы пока что, конечно же, показать азы. Азы по запросу данных, нежели какой-то реальный кейс по медиатору документа оборота. Это очень простой наш случай. Как учебный, на него смотрите. Ну, на самом деле, все, что я успел себе отметить, я рассказал, еще появились вопросы, но нужно обнивать, я, наверное, на следующей паузе уже тоже поотвечаю. Сейчас время сделать ремарх, у меня есть слайд, который я хотел показать. Да, да, давай я заберу у тебя. Хорошо, переключайся. Переключаю. Так, презентер. Так, я вижу твой слайд. Дайте, пожалуйста, обратную связь плюсикам, если вы видите слайд под названием «Дополнительные результаты». Отлично, плюсики, спасибо, вижу. Значит, мы с вами, в принципе, уже рассмотрели очень многие, как сказать правильно, блоки, блоки в форме вставки значения. Да, то есть, у нас есть параметры шаблона. Мы сегодня о них говорили, но не демонстрируем пока, как делать. Это некоторый аналог переменных, но их отличие в том, что пользователь может их указывать на старт. У нас есть непосредственно переменные, у нас есть непосредственно константы, у нас есть поля документов. Мы ранее вам показывали пользователей и категории поистеля. Это такая возможность устанавливать конкретного поистеля. Сегодня мы покажем, как еще с ними работать. Большой блок, дополнительные результаты. Не очень удачный бизнес-процесс. Я сейчас перейду в тот, который мы с вами делаем и покажу конкретный цикл. Дополнительные результаты. Это единственный блок, о котором мы еще не говорили более подробно. Фактически здесь собираются самые временные переменные. Те, на которые мы не можем влиять в плане мы не создаем, но их автоматически создают некоторые действия. И они нам доступны для использования. Обратите внимание, что они группируются по названию действия. Своить с руководителем. Бесправить, прикрепить. Иногда их может быть очень много по одному действию. Поэтому, чтобы было легко ориентироваться, я на сваде отметил, что у нас есть само действие и именуйте их так, чтобы вы могли потом понимать, что происходит. И ряд переменных, которые вам доступны. Таким образом, можно использовать что-то от действия. И следующим примером Михаил покажет, как. Но сейчас я хотел бы просто показать все эти элементы, которые мы уже можем использовать и вы, самое главное, можете использовать при реализации бизнес-процесса. У меня, собственно, все. Мы перейдем к следующему блоку по демонстрации. покажем следующую демонстрацию. У нас еще есть, что показать нашим слушателям. Мы покажем сейчас, как выполняется действие выбора сотрудника, потому что про это действие очень часто спрашивают, как автоматически определить, кто из сотрудников является руководителем для нашего работника. и покажем потом, как использовать константы и переменные в нашем бизнес-процессе. Как сделать так, чтобы наш бизнес-процесс уже не был реально привязан конкретным сотрудникам, а был привязан непосредственно к должностям. И если сотрудники, соответственно, будут либо увольняться, либо мы будем принимать новых сотрудников, либо они будут переходить на другую должность, то это не потребует кардинального изменения бизнес-процессов. А если вообще продумать очень хорошо, то все вот эти перемещения штатные, они в принципе могут вообще не оказывать никакого влияния. Если вы правильно зададите константы, правильно будете использовать переменные, то ваш бизнес-процесс будет абсолютно от этого независим и работать будет всегда. Вот какие возможности это сделать, мы сейчас продемонстрируем. Так, переходим к нашему бизнес-процессу. Так, Иван, экран видно хорошо? Да, твой экран видно, все хорошо. Замечательно. Нам комментируют близко, они что-то видят. Отлично. Переходим к нашему бизнес-процессу. И в самом начале у нас стоит действие уведомления руководителя. Мы, соответственно, здесь использовали с вами конкретного руководителя Виктора. Как сделать так, чтобы система сама его находила? Для этого мы используем в разделе «Прочие» действие «Выбор сотрудника». И это действие разместим в самом начале бизнес-процесса. После того, как мы его разместили, соответственно, его нужно настроить. Нажимаем шестеренку и сделаем пометки. Значит, это не просто выбор сотрудника, а выбор нашего руководителя. Далее. Тип, какой должен быть? В нашем случае это должен быть начальник над менеджером. Поэтому и тип соответствующий выбираем начальник. Начальник это будет для кого? Значит, для какого пользователя? Нажимаем многоточие, переходим в окно «Вставка значений» и указываем, что это будет автор. То есть для автора система должна найти начальника. Уровень начальника это будет непосредственный начальник, как здесь и задано. После чего необходимо указать резервных пользователей. Резервные пользователи это кто? Может быть такая ситуация. Наш начальник уехал в командировку или ушел в отпуск. Соответственно, его нет на рабочем месте. И тогда получится, бизнес-процесс остановится и будет ждать его, пока он вернется. В результате вся работа наша остановится, что неправильно. Поэтому на случай отсутствия его мы можем указать из резервных пользователей. Например, когда нет нашего руководителя, то решение примет сам директор. В данном случае Михаил Филиппов. Я являюсь директором этой виртуальной компании, поэтому передам это право себе принять решение. Далее мы должны задать следующие параметры пропускать отсутствующих или пропускать завершенным рабочим днем. Что это означает? Значит, пропускать отсутствующих это значит, что если нашего сотрудника нет, он уехал в командировку, ушел в отпуск и это указано в его графике отсутствий, то система автоматически его пропустит и передаст право непосредственно мне, Михаилу. Пропускать завершенным рабочим днем это означает, если мы поставим режим да, то в такой ситуации, когда, например, в 5 часов наш руководитель ушел домой, рабочий день завершил, а менеджер задержался и в 5.30, например, в 17.30 подготовил договор и отправил его на согласование, то так как в этот момент наш руководитель завершил рабочий день в системе и ушел, то, соответственно, опять же право принять решение перейдет мне, к Михаилу. Мы рекомендуем это использовать для каких-то очень важных документов. На самом деле, как правило, для договора ничего страшного нет, если наш руководитель отдела ушел домой, то на следующий день, когда он придет с утра, то он увидит у себя задание, что менеджер подготовил договор, сразу же с ним ознакомится, ну и дальше начнет работать. Поэтому для данного случая можно оставить значение нет, так и использовать. Нажимаем кнопочку сохранить. Действие мы настроили. Теперь, соответственно, в самом бизнес-процессе, где у нас используется Виктор Слободинов, вместо конкретного пользователя мы должны использовать полученное значение. Как это сделать? В следующем действии уведомления руководителя откроем его, получатель уведомления Виктор стоит, удаляем, нажимаем многоточие, открывается окно вставка значений и нам нужно выбрать здесь раздел Дополнительные результаты. В этом разделе отображается все то, что, соответственно, используется в нашем процессе. И у нас есть действие, которое мы только что создали, выбор руководителя, и в нем мы можем использовать значение Выборный сотрудник, то есть тот руководитель, который на данный момент есть. Нажимаем кнопочку вставить, и вот система подставила служебное значение, и когда бизнес-процесс будет работать, то вместо этого служебного значения она подставит того пользователя, которого она определила как руководителя. Все, дальше здесь ничего не требуется менять, Виктора мы поменяли, далее, цикл согласования, но здесь не было настроек у нас с Виктором связанных, а действие согласования с руководителем да, было. Вот утверждает сотрудник Виктор Слободинов. Соответственно, мы опять его удаляем, и вместо него, как и в прошлый раз, используем дополнительные результаты, выбор руководителя, значение выбранный сотрудник. Нажимаем кнопочку вставить, вот система опять подставила служебное значение. Ну и так далее, нужно везде будет пройтись по всему нашему бизнес-процессу и заменить. Если не ошибаюсь, в задачах у нас то же самое был, Виктор. То есть вот таким образом нужно будет поменять на нашего сотрудника. Таким образом система перестает быть привязана к Виктору, а становится привязанной именно к должности, к начальнику, кто у менеджеров начальник. Так, это мы используем действие выбора руководителя. Теперь покажем, как можно использовать константу вместо юриста. Мы сказали, что юрист у нас один, вот, такая должность одна, но опять же юрист может у нас с вами перейти на другую работу, мы можем принять нового человека, как сделать так, чтобы не было привязано именно конкретно к человеку, а было привязано к должности. Для этого создаем константу, идем в параметры шаблона, константу выбираем закладочку, добавить константу, идентификатор на английском языке вы должны задать, можно опять же традиционно, как мы здесь используем, делаем транскрипцию на английском, название это конечно же по-русски уже, описание, здесь можно более подробно как всегда делать пояснение, что это за константа. юрист нашей компании. Значит, это у нас сотрудник, соответственно тип мы должны использовать привязка к сотруднику и пусть у нас обязательный будет, чтобы без указания юриста наш бизнес процесс не смог запуститься. Значение константы по умолчанию вы можете это использовать, мы сейчас продемонстрируем следующий вариант. Например, у нас был один юрист. Давайте в качестве него выберем меня. Например, Михаил был юристом, потом он сделал карьеру, стал директором, и мы покажем, как бизнес процесс нужно будет поменять в этом случае, какие настройки сделать. Нажимаем ОК, вот константу мы создали, сохранить. Ну и теперь в нашем бизнес процессе, там где упоминался юрист, мы должны заменить значение конкретного человека на эту константу. Нажимаем шестеренку настройку, и у нас получатель сообщения это Максим Подгорный, в данном случае удаляем его, нажимаем кнопочку многоточия, выбираем раздел константы, и у нас здесь константы, юрист вставить. И у нас система автоматически вставила значение, при этом она использовала еще дополнительный параметр printable, про данный параметр мы расскажем на следующем вебинаре, когда он используется, но в данном случае нам нужно просто использовать саму константу, как она записана, это юрист. Так, далее можем сохранить, ну давайте сразу Виктор Слободинов, опять, чтобы не было привязано именно к этому сотруднику, вставим дополнительные результаты выбранный сотрудник. То есть вот как бы в одном бизнес-процессе мы показываем, что используется действие и выбранный сотрудник, используется и константа, таким образом мы уходим от конкретных людей и переходим, так сказать, к их должностям. Так, далее, согласование с юристом то же самое, значит, мы убираем Максим Подгорный и вместо конкретного человека вставляем константу. Так, задача менеджеру, так, ну здесь у нас не было, ну вот Виктор Слободинов у нас опять попался, давайте его поменяем. Ну и выведомление об отказе вместо Максима Подгорного используем константу. Ну и таким образом мы полностью сейчас перенастроим наш бизнес процесс на использование константа. Все, константу мы применили, перенастройку бизнес процесса сделали, нажимаем кнопочку сохранить, чтобы все наши изменения на всякий случай сохранились. и рассмотрим следующую ситуацию сразу же здесь же. У нас есть группа бухгалтеров в системе. Мы создали отдельную группу бухгалтеров и в нее входят у нас сразу три бухгалтера. Ну не только бухгалтер, вот здесь главный бухгалтер, просто бухгалтер и экономист. И из этих трех сотрудников сделаем так, чтобы система автоматически выбирала того, кто свободен и кто может принять на изменение договор. То есть задание будет автоматически ставиться всем троим сотрудникам, но примет договор на изменение тот, кто в данный момент свободен. У кого есть время на это, например, кто присутствует в офисе. Как это сделать? Значит, группа создана, переходим в процессы в ленте, открываем наш процесс оформления договора, переходим к бизнес процессам, открываем шаблон. Нам потребуется использование переменной, поэтому в параметрах шаблона зададим еще одну переменную. Как вы видите, здесь у нас уже есть три переменной, которые мы использовали в бизнес процессе. Добавим еще одну и назовем ее ответственный бухгалтер. то есть тот, кто возьмет на исправление договор, тот у нас будет ответственным. Давайте на английском языке коротко зададим ответственный бухгалтер. Здесь уже название можно четче определить. бухгалтер ответственный подправим за договор. Здесь можно описание более подробно сделать, как обычно приводили примеры. Далее это у нас будет сотрудник, поэтому тип обязательно нужно применять и указать, что это привязка к сотруднику была. Остальные пока параметры нам задавать не обязательно. Множественное обязательное значение по умолчанию оставим без изменений. Все. Сохраняем эту переменную. Вот у нас получилась переменная бухгалтер ответственной за договор подсвечивается от мышки. Сохраняем. Ну и теперь мы мы произведем изменения в нашем условии больше 15 тысяч или меньше 15 тысяч. Мы теперь должны указать всем сотрудникам, что поступил договор, если условие выполняется больше 15 тысяч, и соответственно в этот договор нужно внести какие-то дополнительные изменения, дополнительные условия. А для этого мы будем использовать действие ознакомления с документом. В разделе задания вот здесь у нас есть вот это действие ознакомления с документом. Берем его и перетаскиваем ее в ветку с положительным значением когда больше 15 тысяч. Отпускаем и оно здесь зафиксировалось. И теперь это действие нужно настроить. нажимаем шестеренку. Как назовем? Ну приблизительно пусть это будет выбор свободного бухгалтера. Далее ознакомить пользователей мы должны ознакомить всех сотрудников. Здесь конечно их нужно перечислять, но удобнее это сделать через команду вставка значения, выбрать категории пользователей, далее группы социальной сети и выбрать нашу группу бухгалтера. Значит смотрите, первый раз у вас может группа здесь не отобразится, тогда просто в поиске задайте начало названия, вот у вас появится эта группа бухгалтера, вы ее выберете, затем в этой группе вы должны будете указать, что все члены участвуют, нажать кнопочку выбрать. все, то есть мы указали, что ознакомить всех пользователей этой группы. Ну и само задание у нас будет звучать следующим образом. Ознакомиться с договором и взять на изменение. Так, далее, должны ознакомиться. Значит у нас здесь кто первый возьмет договорное изменение, тот и будет с ним работать. Поэтому в поле должны ознакомиться мы поменяем не все сотрудники укажем, а любой сотрудник. То есть тот, кто в данный момент свободен, может это взять, соответственно он и будет работать над договором. Так, далее, ознакомлено, ну здесь не совсем подходит такой текст, давайте поменяем его. Взял на изменение. Конечно же по-своему можете все это задавать. Тот текст использовать, который вам больше нравится или как считаете, что он больше подходит. Так, ознакомлен, здесь давайте поменяем взял изменение. То есть текст кнопочки будет взял на изменение, то есть он нажмет эту кнопочку. Так, ну комментарий служебный отключим, чтобы он не мешался в виде дополнительного поля. на этом все. Действие это сохраняем. Вот мы создали действие, с помощью которого мы оповестим всех сотрудников, но на исправление договора возьмется к себе только один из свободных. Ну, как он считает, что, например, он в офисе, один, соответственно, он может этим заниматься. бухгалтер уехал в банк, экономист дает отчеты, соответственно, некому кроме него это выполнить действие. Хорошо. После того, как мы выбрали этого сотрудника, или точнее он сам себя выберет, мы должны использовать действие изменения переменных, чтобы в нашем бизнес-процессе зафиксировать, кто же будет ответственный. Ну, и здесь мы с вами зададим значение согласования с руководителем. Мы здесь выберем бухгалтер ответственный за договор. Соответственно, потом нажимаем кнопочку многоточие, открываем раздел переменной, выбираем бухгалтер ответственный за договор. То есть, мы использовали ту переменную, которые у нас есть. Михаил, нет, запутался. Если право нужны доп. данные, здесь все правильно, бухгалтер ответственный за договор, все правильно, а вот справа что ты присваиваешь, тебе нужно снизу, а не вон, а не внизу, дополнительные результаты. Да, да, спасибо, что подправил, а то чуть-чуть не ушел, да. Значит, мы здесь выбираем среди действий, так, выбор свободного бухгалтера, последний ознакомившийся, то есть, тот, кто берет на исполнение, тот у нас будет зафиксирован в переменную. нажимаем кнопочку вставить, да, теперь вроде, а, так, у нас здесь добавилось все вместе, поэтому давайте еще разочек все удалим и повторим. Нажимаем многоточие, дополнительные результаты, выбор свободного бухгалтера, последний ознакомившийся, кнопочка вставить. Все, нажимаем, сохранить. Ну и теперь, после того, как система у нас зафиксировала этого бухгалтера, мы его должны будем использовать в задаче. Нажимаем кнопочку настройки задачи, соответственно, ответственный бухгалтер у нас была Ольга Иванова, мы ее здесь удаляем, а будем использовать переменную бухгалтер ответственный за договор. Все, вот она переменную у нас ставилась. Нажимаем сохранить и сохраняем целиком бизнес-процесс. Таким образом, наш бизнес-процесс сейчас использует переменные, константы и действия выбора сотрудника, который позволяет нам уйти от конкретных людей и сделать сделать его более гибким в зависимости от того, какие происходят штатные изменения. Точнее, сделать его независимым от штатных изменений. Давайте проверим его работу, протестируем. Значит, мы с вами сейчас должны перейти в браузер Анны и запустить бизнес-процесс. помните, мы с вами использовали константу юрист и сказали, что временно у нас будет в качестве юриста Михаил Филиппов. Допустим, произошли следующие изменения. Михаил сделал карьеру, стал директором, соответственно, юрист поменяется и мы это должны отобразить в бизнес-процессе. Поэтому администратор, в данном случае у меня сам Подгорный является администратором нашего портала в живой ленте, вызовет бизнес-процесс, откроет еще процессы, оформление договора и далее в правом верхнем углу есть такая шестеренка настройки этого процесса. Нажимает ее, выбирает команду настройки параметра бизнес-процесса и что мы видим? У нас открывается окно, в котором указано, что в настоящее время юрист это Михаил Филиппов. Ну, соответственно, у нас другой юрист, мы должны здесь это поменять. Выбираем Максима Подгорного. Сохранить. То есть, вот таким образом, если у нас сотрудники поменялись, то просто в настройках мы должны произвести быстрые изменения и эти изменения отобразятся во всем нашем бизнес-процессе. Все, мы готовы запустить бизнес-процесс в живой ленте. Анна выбирает процессы, оформление договора. Сейчас быстренько проведем с произвольной компанией номер договора. Но давайте зададим больше 15 тысяч, чтобы все-таки к бухгалтеру ушло. Данное задание версия договора. Первое. нажимаем кнопочку «Отправить». Бизнес-процесс запустился. Начался цикл согласования с руководителем. Наш договор ушел к руководителю. Переключимся в браузер руководителя. Обращаю ваше внимание, что теперь система автоматически нашла этого руководителя. Если бы вместо Виктора Слободинова был кто-то другой, то система автоматически нашла бы другого сотрудника. То есть теперь у нас нет привязки к Виктору. Система находит его сама. Михаил, а мы покажем иерархию, чтобы нагляднее структуру компании в портале? Так, мы на прошлом вебинаре конечно же показывали, что у нас есть виртуальная компания, что есть Анна. Давайте еще разочек покажем. Есть Анна Делова. Это наш менеджер. У нее руководитель Виктор Слободинов. Соответственно у нас еще есть бухгалтерия. Здесь есть Ольга Иванова. Бухгалтер еще у нас есть Котельникова. Экономист у нас есть. Есть у нас юрист Максим подгорные. И директор выступает непосредственно я. Собственно я хотел дополнить что именно по орг структуре наше действие определяет руководитель. Откуда он берет руководитель? Потому что в орг структуре он здесь указан. И в любой другой позе который указан как руководитель в отделе продаж он и будет выбираться с помощью нашего действия. Да достаточно здесь вместо Виктора Слободинова подставить какого-то другого сотрудника например то соответственно система автоматически будет его по иерархии выбирать. Если же будет у нас такая ситуация что Виктор Слободинов например в отделе временно отсутствует вообще кто-то из руководителей нет его то у нас тогда будет работать дополнительный пользователь который мы указали соответственно система по иерархии пойдет от отдела продаж выше и будет использовать соответственно меня потому что я там был указан в виде вспомогательного сотрудника так наверное в бизнес процесс вернемся вернулись в бизнес процесс давайте цикл мы уже показывали поэтому не будем еще раз на это время тратить Виктор соглашается все нормально у нас договором и вот что мы видим мы видим что у нас договор переходит к группе в бухгалтерию сразу нескольким сотрудникам нажми на всего 4 там будет очень наглядно ниже всего 4 то здесь видно все люди которые могут взять на изменения я тоже вхожу в эту группу поэтому я тоже здесь отображаюсь а так в принципе это три сотрудника бухгалтерии так ну и у нас статус соответственно тот который мы указали взял на изменения но пока что у нас никто не взял то есть 0 из 4 никто из этих сотрудников пока не взял соответственно давайте перейдем теперь в браузер главного бухгалтера это вот Ольга Иванова у нас главный бухгалтер вот в живой ленте она видит сообщение вот что необходимо ознакомиться с договором и взять его на изменения и это сообщение отправлено всем сотрудникам бухгалтерии вот она видит что например там ее бухгалтер сейчас в банке нету что экономист занят сдачей отчета вот ему не до этого ну и соответственно она сама берет на изменения то есть нажимает кнопочку взял на изменения после того как она взяла этот договор ей автоматически будет поставлена задача внести эти изменения задача еще у нас ставилась на прошлом вебинаре она осталась у нас здесь вот после того как она внесла изменения она нажмет кнопочку завершить и бизнес процесс у нас пойдет дальше то есть мы перейдем теперь в браузер Анны вот в живой ленте она видит что документ ушел теперь значит прошел бухгалтерию вот Ольгу Иванову и ушел теперь на согласование юристу значит напомню что у нас вместо юриста реально работает константа и бизнес процесс подставляет вместо константы того человека который сейчас исполняет обязанности юриста переходим в браузер нашего юриста подгорного вот в живой ленте у него есть задание согласовать этот договор быстренько здесь выполняем действие согласования допустим все правильно было замечания никаких вот и статус соответственно высветился что согласовал и теперь если мы перейдем в браузер у Анны то заключительным действием у ней была поставлена задача подписать договор и отправить клиенту она эту задачу выполняет и по завершению нажимает кнопочку завершить в результате бизнес процесс выполнил свою работу сейчас откроем живую ленту и мы видим что бизнес процесс завершен статус указан договор у нас согласован таким образом что у нас получилось в настоящее время у нас создан бизнес процесс который вместо сотрудников использует следующее он использует действия выбор сотрудника использует константу и использует переменные и вместо конкретных сотрудников подставляет значение тех людей которые занимают в настоящее время данные должности таким образом мы получили бизнес процесс который не завязан на личностях а завязан в основном на должностях наших сотрудников таким образом если кто-то у нас уволится если кто-то у нас там идет в отпуск наш бизнес процесс будет все равно работать ну отлично спасибо большое Михаил мы как раз подходим к завершению нас осталось буквально 10 минут из плановых даже 2 часов мы продели полтора-два мы заняли практически 2-2 часа я к сожалению не отвечу на многие вопросы на которые даже хотел дать ответ я просто не успею это сделать вот я обобщу буквально 3 вопроса значит было соответственно много уточнений по тому как же будет действовать процесс если никто не возьмет да вот у нас там ты был бухгалтер и никто не взял коллеги обратите внимание у нас совершенно точно описывается сейчас кейс взять первым понятно что может никто не взять тогда собственно процесс не будет идти противопоставление например когда сам портал назначает следующему это решение другой задачи когда нам нужно построить виртуальную очередь и чтобы система жестко раздавала по какому-либо принципу просто следующему следующему сегодня следующему за неделю кто меньше всего сделал и так далее это уже специфичная сдача на самом деле мы даже судя по вопросам сегодня она видимо интересна готового такого действия нет и скорее всего его наверное не будет потому что там специфика у каждого будет свой принцип выбора следующий и я думаю что мы тогда постараемся показать в одном из следующих вебинах который будет для более продвинутых во второй части курса и наверное это будет уже программирование даже но в любом случае попробуем эту задачку решить соответственно еще был частый вопрос а можно как-то потом посмотреть всю историю всех наших циклов согласования и так далее конечно у вас же есть журнал я уже показывал давайте еще раз то что перейдя в любой список наших элементов по конкретному процессу мы можем посмотреть каждый элемент детально у нас есть закладка бизнес процессы здесь есть название описание текущее состояние и собственно ссылочка на текущий статус да у нас был завершен и тут полный урок то что делал естественно вот это есть тот самый журнал который можно использовать так бонус мы вам уже показали пожалуй по вопросам наверное я не успею а еще очень важно который по теме это если в компании большая иерархия и можно выбрать не только даже нужно выбирать не просто одного руководителя который на доме находится но и через 2-3 там ступени сначала отобряет мой начальник потом отобряет начальник начальника потом отобряет начальник начальника обратите внимание на настройки параметра действия у него их много и давайте попробуем перейти чтобы продемонстрировать быстро на изменение бизнес процесса что там можно указывать не только начальника по одному уровню но и выше тип начальник уровень да соответственно вы можете строить цепочку согласования что сначала идет согласование с начальником первого уровня потом согласование дальше начальник второго уровня и так далее ну здесь вот 10 мне кажется должно уже хватить так собственно что успел ответил давайте завершать наш вебинар мы подведем итоги мы показали переменные константы показали как с помощью них делать цифру мы все это продемонстрировали на мой взгляд сегодня мы отдали все самые базовые основные инструменты с помощью которых уже можно сделать очень много автоматизации даже не беря более глубокие и сложные не переходя к непосредственно создания своих действий и так далее уже есть все чтобы вы могли автоматизировать у себя кажется очень многие штуки на следующем вебинаре мы даже покажем что еще круче можно это мы посмотрим на право доступа как разграничить их правильно и на самом старте процессов кому они могут быть доступны так и как их менять в динамике например давать право изменять тому кто его создал или другие примеры посмотрим подберем интересное и подобно посмотрим на возможности вычисления значений сегодня об этом спрашивали как мне взять часть строчки а как взять там плюс два дня а как дать ссылку какую-то более конкретную постараемся также посмотреть интересные кейсы наиболее полезные вам напоминаю про домашку да у нас есть домашка напоминаю о том что очень полезно ее делать это и есть ваше обучение особенно для того кто все это видит впервые как бы вам не казалось что вы все поняли обязательно проделать нужно это руками мы давали вам задание непосредственно реализовать в редакторе бизнес-процессов наш бизнес-процесс да не наш а тот который мы в первом вебинаре формализовали на истике а после второго нужно было собственно реализовать мы его упростили мы вам не давали циклы потому что мы только сейчас вас их обучили как их делать собственно мы также получили ответы большое спасибо всем кто делает виды серьезных отношений как к обучению в общем-то у большинства получилось они более-менее внешне были у всех похожи в целом правильные и в общем-то мой вариант ответа он сильно похож и не отличается от тех которые нам присылали я хочу обратить внимание на особенность или так странность даже я бы сказал фактически нам пришлось и вам при реализации и мне при решении дублировать ветки то есть у нас одинаковые уведомления и постановка задачи в конце после согласования либо у директора либо у главбуха если согласовано то одинаковые действия если не согласовано то одинаковые действия в принципе по тем знаниям которые мы вам дали на вебинаре первом и втором по-другому и не сделали так что это правильно но теперь-то вы знаете что у вас есть перемены да константы цикл условия и вы можете с помощью переменных добиться того что у вас не будет дублирования вообще если у вас дублируются действия одни и те же для одного того же поиска То есть, по сути, один и тот же блок, но в разных местах, это говорит о том, что, скорее всего, алгоритм построен неоптимально. И стоит подумать, где его стоит улучшить. Поэтому заданий, в принципе, сложности явных не было. По обратной связи было несколько вопросов, на которые я, собственно, хотел бы дать сразу здесь ответы. По поводу ссылок на сами задания, заданий на документы и так далее. Конечно же, можно делать ссылки более удобно, чтобы сразу человек мог переходить в нужное место. Мы постараемся такой пример вам показать на следующем вебинаре. По поводу того, что можно ли лог бизнес-процессора сформировать как отдельный файл и напечатать. Но вообще лог, он больше про портал внутри, поэтому, конечно, там, насколько я понимаю, таких готовых кнопок нету, но текст есть, его можно скопировать, что-то еще с ним сделать, попробовать напечатать прямо оттуда. Но в целом это для работы внутри, конечно. Значит, и был вопрос по поводу того, как дать бухгалтеру прав. Ведь мы ему показывали, что пока что с помощью задач, мы ставим отдельную задачу бухгалтеру по изменению договора, ему как-то нужно попасть в наш процесс. Мы показывали как. Мы даем ему права. Права даются на струкных процессах, а не бизнес-процессах. Это все-таки разные сущности, я уже показывал, и это права на процесс. Но правильнее давать доступ точечно, да, и мы покажем, как это делать завтра. В целом давать полные права на изменения стоит отдельным людям, ответственно в компании, которые там отвечают, может быть, в целом за область, в которой идут процессы, у них может быть потребность что-то зайти и изменить, независимо от того, кто процесс запускал или согласовал. Домашка номер три, да, мы продолжаем развивать. То есть ровно тот бизнес-процесс, который мы реализовывали после второго вебинара, теперь дорабатываем. Делаем цикл, да, то есть начальное согласование с руководителем, пусть будет идти по циклу, пока руководитель его не одобрит. Ну, собственно, как мы описывали с самого начала. И руководителя также, пожалуйста, определяйте теперь с помощью действия, а не указывайте вручную. Директора, который у нас одобряет, если сумма больше 50, также сдайте через константу по аналогии, как мы делали с юристом. И, пожалуйста, попробуйте, собственно, убрать дублирование в конце бизнес-процесса одинаковых леток с помощью переменных условий. Да, в принципе, есть возможность задать флаги, проверить их и по соответствующему условию пойти либо в одну ветку, поставить задачу на пересылку счета клиенту, да, или уведомление, что, извините, но согласований не было. Очень хорошо, что мы прям такой же пример не показывали. Будет хорошее место, чтобы погаскинуть мозгами, подумать и реализовать. Отлично, чтобы закрепить знания. Сроки, как обычно, небольшие. Иначе, наверное, и не сделается. Должен быть обозримый. До 3 июня, пятницу, пожалуйста, задание решите. Также будет форма, куда вы сможете прикрепить скриншот с результатом. Все, что не получилось, пишите, будем также разбирать на следующем вебинаре. 7 июня ждем вас там. Будем показывать то, что я вам сегодня уже анонсировал. Итак, итог. Материалы будут доступны. Постараемся уже прямо сегодня сделать рассылку, или завтра до обеда. Еще раз говорю, как решать задание, если вы только к нам присоединились. В B24 с аккаунтом не менее команда, или в бесплатном аккаунте демо-режим на 30 дней. Включайте и используйте. Спасибо большое. Рад были вас видеть. Будем уже с вами прощаться на сегодня. Да, я еще просто, Иван, хотел бы добавить. Вот здесь спрашивают, где искать записи наших вебинаров. Вам по почте придет рассылка, в которой будет указана ссылка на запись данного вебинара. Вы перейдете на сайт, а там, соответственно, вы увидите и все доступные записи предыдущих вебинаров. То есть, если вы только сегодня подключились, и некоторые моменты вам непонятны, то вы, соответственно, на этом сайте можете найти наши предыдущие вебинары, просмотреть их, и многое станет для вас понятно. Все, я на сегодня, пока других дополнений от меня нет. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо большое за посещение. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.